Мур, привет друг! Это Зверько и Зверькогайд на Джулиана. Я думаю, ты здесь не за охрененными историями про сюжет, героя и прочее, а для того, чтобы быстрее освоить героя. Поэтому как можно быстрее приступаем. Если ты еще не приобрел героя, то вот тебе краткое описание механики Джулиана. У Джулиана нет ульты, а есть три навыка и три усиленные версии навыков. Как же произвести усиленную версию? Просто прожми другие два навыка. Будет чудесно, если ты применишь их результативно. И вот готов к применению усиленный навык. Понятно? Думаю, да. Однако не все улавливают маленький аспект. Каждый раз, применяя навык, ты предыдущие перезарядки откатываешь. Поэтому, если ты куда-то бежишь и очень торопишься, используя только второй навык для прыжка. Раз за разом. Если ты вкинешь первый или третий, перезарядка второго навыка пойдет заново. Теперь сами навыки. Пассивка. У Джулиана после применения усиленного навыка базовые атаки получают бонусный урон и очень даже неплохой. Каждый удар будет немного подтягивать противника к тебе. Кроме прочего, ты можешь заметить, что радиус атаки Джулиана довольно очень большой, благодаря сложному оружию, которое в Китае называется дзебянь. Кстати, у меня тоже есть дома аналог такого оружия. Но оно очень травматично для освоения без учителя. Поэтому я не владел этим мастерством оружия. Потому что сходу попался по затылку и по ноге острым концом. Ах да, пассивка. Она еще наделяет Джулиана вампиризмом после попадания навыками по вражеским героям. Хотя сам размером собираются скоро немного понерфить. Первый навык. Банально и просто бросок косы вперед, которая тем не менее замедляет цель, не являющуюся миньоном. Усиленная версия коса наносит больше урона и резко замедляет свое движение, продолжая наносить урон. Этого дамага настолько много, что усиленный первый навык входит в комбинацию с самым высоким уроном. Про комбинации поговорим немного позднее. Второй навык. Также просто. Прыжок с уроном, которым можно пересекать препятствия, вставшие у тебя на пути. Усиленная версия. Джулиан буквально исчезает с поля боя и наносит удар по площади, пересекая местность. О чем в описании не сказано. У этого навыка довольно высокий коэффициент вампиризма. Возможно из-за срабатывания пассивки, которая автоматом набивает себе стаки вампиризма. Однако, эту особенность тоже собираются нерфить в скором обновлении. Но не расстраивайся, для моей сборки нерф абсолютно не критичен. Третий навык. После довольно продолжительной анимации, Джулиан кастует цепи на площадь рядом с собой. А сами цепи мешают передвижению врага, обездвиживая его. Удобный в комбинации навык, но очень медленная анимация. Опытные игроки могут удачно уклоняться от нее. Вдобавок, почему-то глючит выбор цели при нажатии на навык. Поэтому приходится тратить время на прицеливание. Усиленная версия. Больше урона и подбрасывание противника в воздух вместо обездвиживания. Однако, урон тоже собираются немного понерфить. Видимо, слишком больно становится в массовых боях. Но меня в основном смотрят рандомщики, играющие не в фуловой пати. Я сам рандомщик и этот нерф тоже придет безболезненно для нас. Итак, разработчики классифицируют Джулиана как боец-маг. Но я вижу в нем убийцу-мага. Потому что нас провоцируют на прокаст и непродолжительный бой. Брузера собирать из Джулиана нецелесообразно. Хотя я дам одну интересную сборку чуть позже. Но до сборки поговорим про тактику и комбинации. Джулиана можно идти на соло-лайн или другими словами линию опыта. Однако, это чревато тем, что противник будет готов к твоим комбинациям. Поэтому будет внимательно доджить все, что в него кидаешь. Его, конечно, можно зонить усиленным первым навыком и доджить самого вторым навыком. Но как мне кажется, комфортнее фармить начиная через лес. На всякий случай напомню, играя через лес 5 минут боя не мешай фармить миньонов союзникам. А вот что ты должен делать, так это следить за картой и устроить ганг на какой-нибудь линии. Потому что у тебя усиленный навык появится на третьем уровне, а ульта у противника только на четвертом. Это дает тебе фору. Как отличный бонус, синий баф дает экономию маны и ускорение кд навыков. Сами навыки у Джулиана едят мало маны. И к середине боя можно про ману вообще не волноваться, раскидываясь комбинациями направо и налево. Например, если ты уверен, что попадешь по врагу и твоя жертва не ускочит бодрым зайцем, используй комбинацию 2-3-1 для нанесения максимального урона по цели, которая не отпрыгнет. Вторым навыком ты выходишь на позицию, вкидываешь обездвиживание третьим и тут же первый навык. После чего хлещешь вражину по заплаканным щекам своей цепью. Если же цель подвижная или ты вообще не уверен в мероприятие, которое сейчас будет, то 1-3-2. Так ты вроде и урон нанесешь первыми двумя навыками и отпрыгнешь в безопасное для тебя место. Еще и исцеление отхватишь. Комбинацию 1-2-3. Используем для массового боя или спасения союзника, но у тебя должно быть очень тонкое чувство тайминга, потому что третий навык обладает очень продолжительной комбинацией. Самые банальные уловки, что хорошо бы инициировать из кустов, смещаться с линии атаки, я рассказать не буду. Это основы игры. Лучше перейдем к сборке. Эмблемы. Пока не ввели таланты, у нас они такие. Эмблемы мага через скорость бега, проникновение и второй перк, который будет поджигать врага. Для альтернативной сборки традиционный отхил через скиллы с эмблемами убийц. Дополнительный навык вспышка и пламенное возмездие, если играешь через лес. Теперь всеми любимое. Закуп. Поскольку я вижу в джулиане убийцу, то мы должны собраться в максимально быстро вносимый урон. Для этого я прогнал все магические предметы по кругу несколько раз, засекая с какой скоростью джулиан будет расправляться с другим бойцом. Спойлер-алерт. Стрелки и маги при тех же условиях будут отлетать быстрее. Танки медленнее. Это, надеюсь, всем понятно. Боец ини мне нужен как золотая середина для тестов. На ноги джулиану напяливаем сапоги заклинателя. Их стартовое проникновение облегчит нам начало боя. Теперь собираем предметы, дающие нам сильное преимущество в уроне. Палочка гения. За счет срезания магической защиты позволяет без доспешного ини уничтожить за 4,6 секунды. Этот показатель на порядок выше, чем у всех остальных предметов. Райское перо сильно увеличивает урон автоатак, особенно заряженных после комбинации навыков. Инь погиб через 6 секунд ровно. Неожиданно кровавые крылья. Ощутимый буст урона вдобавок дает щит, который увеличивает нашу живучесть. А это очень важно для Джулиана, скинувшему комбинацию и отбивающимся цепью от противника. Скорость освобождения Иня языков этого мира 6,1 секунды. Джезл Молнии. Это урон и ускорение перезарядки. Инь отправился на рез через 6,6 секунд. Чего боится персонаж, который вынужден применять прыжок для инициации? Встречного контроля от магов. Поэтому берем щит Афины или Оракул. Палащ Оракула подойдет, если нам не очень больно от магии, но хотелось бы и защититься, и больше исцеляться, и КД снизить. Ситуативно можно взять. Ожерели заточения. Если противник такой гад, тоже пользуется вампиризмом, и его становится сложно убивать. Концентрированную энергию. Если ты предпочитаешь выживать и участвовать в битвах продолжительное время. Однако, концентрат занимает 14 место из 16 по нанесению урона. Божественный меч. Тебе понадобится, если ты собрался атаковать танков и брузеров, купивших защиту от магии. То, что этот меч увеличивает урон по тонким героям, это старая байка. Ему давным-давно порезали проникновение по тонким целям. В моем чарте у него 12 место. Почему нет теневых парных клинков в моем билде? Если ты промахнулся комбинацией, их бонусный урон с одного удара тебе уже не поможет. Также, у тебя нет возможности входить и выходить из боя для подготовки пассивки клинков. А может случиться так, что ты будешь в затяжном бою, где клинки становятся бесполезны. Таблицу с тестами я прикрепил. В общем, моя сборка на тактику убийцы. Влетаем с усиленным первым навыком или зонимся с усиленным вторым, захлестывая врага с умопомрачительной скоростью. Теперь, для любителей поизвращаться, билд через автоатаку. Сапоги спешки, палочка гения, тут все понятно. Меч охотника на демонов, который чуть ниже по урону, чем палочка гения. 5,5 секунды. Коса коррозии. Теперь ты не только будешь подтягивать противника, но и замедлять его. Говорящий с ветром, он дополнит извращенный билд хлистания цепью. Добиваем чем-нибудь на защиту, например, тем же оракулом. В этом билде не обязательно попадать в комбинации, а выйти на удобную позицию, применив 1-3-2 и весело фигачить врага по лицу. Однако, настоятельно не рекомендую использовать этот билд выше грандмастера. Кайфушки. Что мне понравилось в героя? Три комбинации, это на две больше, чем большинство героев. Играть им весело, он не является такой уж имбой. Можно играть как соло-лайн, так и лес, что тоже привносит разнообразие. Он не такой тонкий, как большинство убийц, и на мой взгляд, это самый интересный и сбалансированный герой из тех, что дарили нам разработчики. Правда, сам подарок я профукал и покупал ее за свои золотые. Ну, как всегда. На этом все. Я думаю, скоро надо обратить внимание на изменения предметов. А то их меняют, а ML-фактов давно не было. Как думаешь? Не забудь подписаться на этот канал и поставить лайк. Также зайди на мой второй канал про истории и бои. Ссылка будет в описании. Мирного неба и скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok